Италия на проводе. Только что, если видно, там есть рыночек небольшой. Это приезжают всегда в... сейчас скажу, во вторник. К нам в городок приезжают в течение с утра и до вечера, и до обеда привозят такие сыры. Вот сейчас я вам покажу, тут как раз и цены есть. Сейчас выставлю. Все как на духу. И цена, и сыр. Значит, поехали. Первый сыр, он как такая полоска. Честно говоря, ни разу не пробовала, поэтому буду пробовать первый раз. Цены. Покажи, цена. Сейчас. Вот. Получается такая полоска. Это стоит 2,28, это 3,31. А всего сколько здесь? 348 грамм, здесь 240 грамм. Потом такой сыр с оригану. Рубль 70... евро 78, 178 грамм. Здесь у нас получается... Это... ну, лук, можно сказать. Лук зеленый, 172 грамма и евро 72. Так, это с перцем красным и с паприкой. 2 евро 6 копеек и 260 грамм. Получается такой зеленый этот, две полоски. Потом есть еще вот такие сыры. Значит, 160 грамм и 168. И здесь маленькие такие. 148... 138 грамм и евро 45 стоит. Скажем, мягкие сыры. Мягкие сыры. Молодые. Вот. Это полоски, больше похожие на моцареллу, что-то из моцареллы связаны. Это с оригана, это с паприкой и красным перцем, и с луком. И со специями, скажем, такими зелеными. Вот. Поэтому по вторникам приезжает такой рыночек, привозят... А, ну вот и могу показать этот чек. Та-та-та-та-та-та. И я заплатила 14 этот. Вот. За все сыры. Получается... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь кусков сыра. 15 евро. В общем, если обобщить. Вот. Получается, что по вторникам у нас приезжает... Ну, из сельской местности. Это в районе Альта-Адиджи. Альта-Адиджи наверху. Там, где Альпы, горы. Доломити и Альпы. Горы. Вот оттуда приезжают. Их коровы едят экологически чистую травку. И поэтому можно доверять. Очень берут. Стояла целая очередь. Поэтому я уже беру очень давно и часто. И действительно другой вкус, чем сыров в супермаркете. Обнимаю вас. И солнце... Немного солнца. У кого нет солнца, дарю вам солнце.